Пустые залы кирхи и костёла в воскресенье, а особенно в праздничный день картины непривычные. Но современные реалии таковы, что все свои службы священники теперь проводят в новом формате. Прихожане прильнули к своим экранам смартфонов или компьютеров, а святой отец у алтаря стоит перед видеокамерой, которая ведёт прямую трансляцию. Не исключением стала и традиционная пасхальная месса. К новому формату привыкают и прихожане, а чтобы атмосфера была такая же, как и в храме, люди украшают свои квартиры. В семье Ерофеевых, например, разукрасили свечи, подготовили и пасхальную корзину с куличами и крашенными яйцами, а мессу слушали ровно в полночь, собравшись перед экраном ноутбука. Время Великого Поста завершилось не как обычно, таинством исповедей и причастием. Но тем более ценными будут для нас эти таинства, когда мы снова сможем приступить к ним после снятия всех ограничений и окончания самоизоляции. Праздновать православную Пасху будут в ближайшее воскресенье. Священнослужители, как и католические коллеги, будут вести службы в онлайн-режиме, в интернете. Кроме того, самарцам, которые привыкли поминать своих близких перед этим праздником на кладбищах, напоминают, что городские места захоронений закрыты для посещений временно, и визит туда лучше отложить до тех пор, пока не кончится пандемия. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Константин Головин, Григорий Плешаков. Продолжение следует...